Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня у нас очередной мук-банк. Вот признавайтесь, вы же скучали? Вы скучали, я знаю! Мы не виделись где-то 5 часов, я уверена, что вы скучали. Я лично очень скучала. Я снимаю видео очень часто, я знаю, некоторые пишут, что мы не успеваем смотреть свои видео. Да, если бы видео были бы чуть реже, наверное, у них было бы больше просмотров, но... Меня устраивает положение вещей. Знаете, главный секрет? Как из своего хейтера сделать подписчика, который тебе пишет хорошие комментарии? Когда ты снимаешь много видео, человек видит, что ты трудишься. И хочешь, не хочешь, уже относится к тебе по-другому. Я очень много снимаю. И поверьте мне, мой труд не уходит просто так в воздух. Я очень часто замечаю, что люди, которые мне писали что-то негативное, сейчас пишут мне хорошие комментарии, и это меня безумно мотивирует. Людей отталкивают, когда ты забрасываешь свой канал. Когда ты со всей душой снимаешь как можно чаще, это просто привлекает очень много народу. У нас здесь натуральный сок. Я специально не стала брать колу, как-то поднадоела она мне, если честно. Макдональдса на моем канале было очень много, но макчикена не было ни разу. Я просто обожаю макчикен. Просто одним макчикеном я могу наесться. Здесь, значит, у меня наггетсы, деревенская картошка и сырный соус. С утра встала, и как только открыла глаза, я понимаю, что мне так хочется вот этих наггетсов, макчикен. Решила я осуществить свое желание и как раз снять для вас видео. Ну как можно наггетсы не любить, а? На улице еще какая-то пасмурная погода. Зимой вообще ем намного больше. И постоянно хочется кушать. Из-за погоды. Пока я ехала в метро, ко мне подошел мужик и сказал, помоги ради Христа. Я ему дала один монат, я не знаю, он русский или почему он так сказал. Ну, в общем, затем там еще я встретила каких-то попрошаек, потом я встретила сектанта. В общем, мой поход в Макдональдс, это была целая история, очень весело. Две женщины остановили меня, я думаю, может, дорогу спросить или еще что-то, может, помощь нужна. И говорят, вы верите в Бога? Я говорю, ну да. А вы с какой целью интересуетесь? И они начали мне втирать про многобожье и так далее. Я послушала. И как-то, знаете, стыдно стало перебивать человека, который вот так вот охотно начал что-то рассказывать. Потом она вытащила какую-то брошюру и начала оттуда читать. Мне опять стало неудобно ее перебивать. Ну, думаю, блин, мне тоже домой надо тоже дела и так далее. Зачем она тут старается, если мне это все равно неинтересно. И тут она вытащила телефон и говорит, можно ваш номер. Я, говорит, с вами свяжусь и расскажу вам поподробнее про многобожье. Я хотела сказать, я не знаю, как у вас там дела, но я очень хочу есть. Я пошла домой. Все постоянно у меня спрашивают в моем инстаграме про эту помаду. Что это за помада, сколько она стоит, где ее можно купить. Всем почему-то так понравился этот оттенок. Я всех шокирую тем, что это супер бюджетная помада от Belle. Из матовой серии в 0,3 оттенке. Что-то пыльная роза или что-то такое. Снимала сториз в моем инстаграме, показывала вам эту помаду. Почему-то все как один спрашивают ее. Ой, ой, ой. Еще, кстати, в последнее время мне очень не хватает общения с людьми. Хоть я хожу и на работу, но на работе тоже я сижу одна. И мне резко стало не хватать общения с подругами. Хотя у меня три самые главные подруги. Главное, ну, те подруги, с которыми я общаюсь тесно. Одна из них сейчас в Грузии. Я ее не видела около трех месяцев, даже, может, больше. Другая сейчас готовится к магистратуре. У нее даже минутки свободного времени нет. Ее тоже я видела где-то месяц назад. Патя работает, снимает видео. Ей вообще не до меня. То есть мы видимся в основном из-за видео. Также иногда она мне изменяет, поэтому ее вообще не до меня. Но, если честно, я начала ощущать какое-то одиночество. Может быть, это связано с тем, что у кого-то есть личная жизнь, кто-то еще гуляет с парнями. Я не могу, знаете, сбоку припеку сказать, что вы с парнем, можно я тоже с вами пойду. Реально, да, как-то тупо так. Я понимаю, что я лишний. Лишняя. Вот. И я одно время даже хотела подружиться с кем-нибудь из своих подписчиц. И начала общаться с одной девочкой. Мы сначала в Инстаграме переписывались, потом перешли на WhatsApp. И можно сказать, очень часто переписывались. И мне на самом деле было интересно с ней общаться. Хотя она была младше меня. Я просто люблю людей, которые бескорыстно просто со мной общаются. Если человек с тобой общается, это не значит, что человек сразу тебе чем-то должен. Я не люблю людей, которые соображают именно так. Не знаю, стоит ли об этом рассказывать или нет. Но мне кажется, человек, про которого я это говорю, если он смотрит это видео, он поймет, что речь идет про него. Точнее, про нее. Про мою подписчицу. Мы, значит, переписываемся с ней в WhatsApp. Мне на самом деле было с ней очень интересно общаться. И как-то один день она мне пишет, что вот когда в следующий раз говорит, будешь избирать свою косметику, отправь все мне. По почте. Я сказала окей, реально хотела ей отправить, думаю, о чем мне не жалко. То есть мне не нужно, я могу ей отправить. Но мне нужно разобрать свою косметику, чтобы отдать ей то, что мне не нужно. Но как вы знаете, у меня очень плотный график. Даже по моим видео вы можете увидеть, что у меня очень плотный график. Если вы подписаны на мой Instagram, то вы можете увидеть, что я очень редко выставляю историю, где я где-то гуляю, там, не знаю, хожу в кино, не знаю, сижу в каких-то ресторанах. Я весь свой день посвящаю тому, что я работаю реально. Я снимаю, я монтирую, я хожу на работу, там тоже по полной работаю. Где-то через 2 дня она опять мне пишет, ну что, это разобрала свою косметику. Я очень не люблю, когда на меня давят. Вот когда мне говорят, убери свою комнату, быстро убери у себя в комнате. Мне не хочется это делать. Когда же я сама вижу, что бардак, надо убраться, я сама спокойно могу убраться. На что я ей пишу, что когда я сделаю зачистку, я тебе скажу. Она говорит, окей. Дальше я делаю заказ с сайта Revolution Beauty. И где-то через 2 дня она мне пишет, ну что ты разобрала свою косметику? Говорит. Ты же купила столько всего нового, все старое отдай мне. Я честно не понимаю, почему именно интересует эта тема. Почему со мной просто нельзя дружить? То есть до меня это немножко не дошло. Я ей сказала, что если бы ты жила в Баку, я бы тебя отдала. Но сейчас я, во-первых, не делала разбор косметики, я ничего не выбрасывала. Во-вторых, мне это неудобно будет отправлять. Она сказал окей. Это все происходит на протяжении, может, где-то недели. Прошло еще 2 дня. И она мне пишет. Я тут, говорит, лазила на Алиэкспресс. Мне здесь пару вещей понравилось. Ты бы не могла мне их заказать. Я человека ни разу не видела. Мы просто общаемся. Почему человек, который просто с тобой общается, он тебе должен что-то заказывать? Она это обосновала тем, что у нее нету карточки. На самом деле у меня тоже нету карточки. Вернее, у меня есть карточка, я также объяснила, на которой я коплю деньги. То есть я на протяжении всей своей жизни всегда копеечку откладываю. У меня просто такой характер. А данные этой карты я не могу вписать в Алиэкспресс. Просто Алиэкспресс это не настолько надежный сайт. Мало ли что, а вдруг мои деньги пропадут с карточки. Поэтому я обычно даю денюжку, например, Фатте. И Фатте сама заказывает. Обычно у нас так происходит, потому что у меня карты нет. Я ей это объясняю. На что она мне пишет. Типа она обиделась. А почему обижаться на человека, которому ты никогда ничего не делал? Почему она тебе что-то должна сделать? И после этого я решила, что я с этим человеком общаться не буду. Мне не понравился ее вообще подход. Что все вокруг мне все должны. И так далее. Я что сделала? Я просто взяла, может быть, это не настолько честно и правильно. Я просто взяла и заблокировала ее. Потом, вчера, под последним видео, я увидела, что я написала комментарий. Что какая я плохая, ничего не объяснила. И взяла ее и заблокировала. То есть, реально, мне не хватает общения. Но мне хочется хорошего, искреннего человека. Пусть это будет моя подписчица. Но которая со всей душой ко мне. И я к ней со всей душой. Вы знаете, я всегда говорю, мне очень везет с подругами. У меня есть три подруги, и они просто офигенные. Я уверена в них, как в себе просто. Вы знаете почему? Потому что я всегда выбираю своих людей. Если вас кто-то предал из ваших друзей, то ищите проблему в себе. Значит, вы не умеете разбираться в людях. Если человек мне не подходит, я уже понимаю, что мы с ним абсолютно разные. Зачем продолжать с ним общение? Вообще, с натуральным соком еще лучше, чем с колой. Макс Тиккен, моя любовь просто. Это просто произведение искусства. И вот с тех пор я как бы немножко боюсь начинать дружить с подписчицами. Вот, например, мы общались очень тесно. Вот канал есть Альхан Мурат. Вот у них с мамой мы общались. Он, например, абсолютно другой человек. Очень культурный, очень этичный. Знает, где что говорить. То есть таких людей на самом деле очень мало. Мне хочется реально подругу, вот реально такую, да. Элементарно, Шелли, моя подруга, у нас создала страницу открытую. Там ее фотографии, какие-то видео она ставит. Она хочет как группу сделать. Я даже не знала существования этой страницы, можно сказать, месяц. Я ей говорю, а что ты мне не сказала? Она говорит, ну я подумала, может это будет выглядеть так, типа пропиарь меня. Я говорю, ты моя самая близкая подруга. Как ты можешь так подумать? У нас, например, с Шелли мы два года дружим. Нет, даже не два, три года мы дружим. И ни разу не было конфликтной ситуации. Вот ни одной. Это единственный человек на земле, с которым я вообще не ругаюсь. Вообще. У нас нету никаких, знаете, денежных вопросов. Например, она сейчас в Грузии. Я спокойно могу пойти ее кредит заплатить. То есть у нас не будет таких вопросов, что, а вот, она мне отдаст эти деньги или нет? То есть я дружу со всем сердцем. И, например, ей так же. У меня было такое, что нужно было подписчику передать приз. Я очень часто разыгрываю что-то в своем инстаграме. Кстати, если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Особенно, если вы живете в Баку, обязательно подписывайтесь. И нужно было приз пойти отдать. Я без вопросов могу ей сказать, что, слушай, сходи, отдай. Или с моей прошлой работы нужно было забрать мою зарплату. Тоже я попросила ее. Она в миг все сделала. И как бы у меня не было такого ощущения, вот я и должна уже. Она помогает мне, я помогаю ей. Мне кажется, дружба как раз-таки и заключается в этом. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Я даже Шелли говорю, что создает этот же канал. Сиди, кушай, макбанки снимаю. Она просто немножко пухленькая. Из-за этого она стесняется. Но если она когда-либо захочет, я всегда готова ей помочь во всем. Просто пялить ее везде. Помочь с техническими моментами и так далее. То есть она для меня как сестренка. Фатя тоже, я знаю, сейчас посыпется в комментариях. Фатя тоже. Фатя мне, она очень близка, реально. Я всех трех своих подруг очень сильно люблю. Я не могу сказать, что кого-то я люблю больше, кого-то меньше. Но мне, если честно, хочется еще и четвертую. Как это было вкусно, ребята. Все-таки макбанки это тема. Я не могу просто есть. Я хочу с вами болтать. Чтобы вы потом отвечали мне в комментариях. У нас с вами такая любовь. А на этом все. Я наелась. Было очень вкусно. Одним макчикеном я прям могу наесться. Обожаю его. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Обязательно ставьте колокольчик. Хотя я никогда об этом не говорю. Я замечаю, что у всех стоит колокольчик. Так вот, как все остальные блогеры, я скажу. Нажмите на колокольчик, чтобы быть первыми уведомленными о моих новых видео. А с вами Лайка Эмили. Всем пока.